МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А хотелось от и до сделать все самой. Как это правильно сделать? Вопрос от Анастасии. Посев семян и выращивание домашней рассады кажется делом простым и безошибочным. До первого неудачного опыта. Вырастить здоровую рассаду своими руками довольно хлопотно. Но вполне возможно, если знать несколько секретов, соблюдать основные правила и избегать распространенных ошибок. Как сделать все правильно, нам сегодня расскажет агроном Виктория Андреянова. Виктория Юрьевна, добрый день! Здравствуйте. Телефон прямого эфира 469060. Я думаю, у большинства из нас есть дачи или какие-то участки, на которых кто-то высаживает травку, кто-то высаживает исключительно цветочки, а кто-то и собирает потом по осени урожай помидоров, огурцов. С вашими вопросами звоните или пишите на СК, мы постараемся все прокомментировать и на всех на них ответить. Ждем. Поначалу прокомментируем, ну все-таки у нас в приоритете вопроса телезрительница, которая заказала тему Анастасия. Ну, в чем может быть причина? Ну, это начинающие дачники, я так поняла. Ну, если даже вы покупаете семена в специализированных магазинах, тут нет стопроцентной гарантии, что вы купили хорошие семена. Все-таки надо покупать не магазин выбирать, а выбирать фирму хорошую, которая уже проверенная. Вот надо было у соседки спросить, какой фирмы она покупает все-таки семена. И все-таки учитывать срок годности семян. Вот если мы посмотрим на упаковочку, вот посмотрите здесь. Сейчас мы объясняем, как правильно выбирать семена. Как выбираем семена, да. Вот, например, если мы покупаем овощи, они имеют хорошую всегда всхожесть, они долго хранятся, семена. То есть у них длинный этот период, когда можно хранить семена. Например, огурцы можно вообще 10 лет хранить. Они очень хорошо потом, ну, довольно хорошо всходят даже после 10 лет. Ну, вот здесь вот, например, огурцы. Вот здесь есть срок годности, можно посмотреть. Ну, вот покажу. Уже с цветами у нас пойдет уже совершенно другое. Вот, например, астра, она всего лишь один год срок годности у нее. И надо, когда покупаете семена, вот здесь, если 13-й год, то вот астру в этом году надо было брать уже сроком годности до 15-го года. Вот, посмотрите здесь, в другом месте уже указано. То есть цветы надо более аккуратно. И цветы покупать желательно каждый год, как бы семена. На будущее не покупать большое количество цветов. То есть если вам надо, там, 10 астр, покупайте несколько пачек. Не на будущее, не берите много, большое количество. Вот я бы так посоветовала. Второе, когда вы уже... То есть получается принципиально, мы смотрим обязательно на срок годности. Причем даже, если вы собираетесь в этом году садить, то есть годность до 13-го года, в случае цветов, то это сделать нежелательно. Нужно, чтобы срок годности немножечко более отдаленным был. А если это огурцы, то можно и в этом году, чтобы срок годности заканчивался. С овощами, да. С овощами можно. Проще. И также вот надо учитывать, вот еще сейчас покажу. То есть вот здесь стоит вот сейчас буковка «Ф». То есть это обозначает вот, что это у нас гибрид. И вот гибриды самим в семинаре не рекомендуется собирать. Надо собирать у сорта. То есть бывает сорт и гибрид. То есть из сорта уже выводят гибриды. Это гибриды у нас обычно более урожайные, то есть они больше огурцов, больше томатов дают. Но когда вы с них собрали семена свои, и потом на следующий год сами посеяли, оказывается у вас урожая нет. Хотя растение большое, красивое, с крупными листьями, но оно чисто жирует, а цветов у него мало. И следовательно не соберете плоды. Еще надо вот это в семенах учитывать. Также, ну, купили семена и… А вот то, что вот они открытые. То есть вот здесь вот семена не видны. Но может они при этом хуже хранятся, например. Здесь можно прям семечки разглядеть, то есть можно посмотреть, насколько они красивые, например. Ну, это у каждой фермы свое, да, идет. И тут это роли большой не играет. То есть нет такого запрета, что на солнце, например, там на открытого… Ну, это уже производители должны хранить как-то, а для себя большого это нет. Ну, есть только условия хранения температурного режима семян. Там надо соблюдать, это долго об этом говорить. Проще, короче, семена сейчас у нас покупать, чем самим делать. Потом, когда следующее, когда мы семена уже с вами купили, посеяли, рассада у нас взошла, не надо жалеть, которые маленькие и дохленькие вышли. То есть эту рассаду надо ликвидировать. Зачем мучиться, если потом, скорее всего, ничего хорошего не выйдет, да? Потом, как говорится, из плохого семя не получишь хорошего племя. Ну, точно так же и с рассадой получается. Не надо жалеть маленьких, дохленьких растений. Надо их выкидывать и себе оставлять самые хорошие, они в следующем дадут хороший урожай. При этом вот по семенам, по сортам, овощей, ну фрукты, ладно, у нас не растут, цветы. Вот стоит ли экспериментировать или лучше проверенные покупать и вот… Мне кажется, экспериментировать всегда стоит. А вдруг что-то хорошее попадется. Ну, я бы посоветовала всегда выбирать, вот, например, огурцы, несколько сортов всегда. Вот три сорта, это, кажется, минимум надо брать. То есть всегда должен быть у вас раннеспелый, среднеспелый и познеспелые сорта огурцов или томатов, чтобы вот в нашем, например, в этом году, какая погода в марте месяце, затянулась весна. Я считаю, что в этом году у нас пойдут познеспелые. Вдруг лето все-таки у нас продлится до сентября. И есть фактор риска, и поэтому надо это учитывать и покупать всегда, что томаты, что огурцы. Вот средние, ранние и поздние. Сроки какие-то подготовки рассады есть? У каждого там, я не знаю… Ну, наверное, дачники уже знают, да, что, например, если… Ну, начинающие, как у нас все. Ну, начинающие, да. Вот, то есть надо учитывать у них срок вегетации. То есть когда вот мы посеяли, и когда собираем урожай, это обычно всегда здесь описывается, да. Например, перец у нас очень длинный. То есть когда мы собираемся в магазин за семенами, нужно запастись хорошенько временем, чтобы постоять, почитать все, да, чтобы все учить. Или хотя бы спросить. Вот, например, ну, уже мы знаем, да, что перец у нас надо пораньше. То есть перец вот мы уже посеяли, посмотрите, у нас декоративный перец, он уже вот такой… Декоративный, значит, он плодов не даст? Он плоды даст, и у него даже плоды съедобные, это острый перец, но просто они очень красивые, маленькие, его можно выращивать у себя дома в горшочках. Вот. И если перец мы сеем пораньше, то, например, огурцы, наоборот, мы сеем только в конце апреля, потому что рассада начнет быстро расти, и она перерастет, и мы ее на дачу просто такую длинную не сможем увезти, если мы где-то в городе живем. Чтобы вот нам было удобно, надо все-таки соблюдать. Перец мы вот сейчас где-то в феврале сеем, томаты вот в конце марта, и огурцы в конце апреля даже, и кто семенами, те можно в начале мая прямо в грунт себе в теплицу сеять огурцы. Телезрительница у нас пишет, первым делом надо семена проверить на всхожесть, положить на тарелочку с мокрой тряпкой и накрыть, чтобы не пересыхало, ну и не заплесневело. В теплом месте держать, смотреть, как прорастут. Если плохо прорастает, лучше другие семена взять, а то выйдет, что насеете, а оно и не взойдет вовсе. От Галины такое. Правильно? Да. Надо проверять, получается? Желательно проверять тоже на всхожесть семена. То есть это надо уже в январе этим, получается, заниматься? Нет, 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 можно сразу проверить. А сколько времени на это потребуется? Там, например, цветы быстро видно на третий, пятый день уже, они видно, когда проклюнулись, уже у них корешок начинает такой беленький, уже видно его. То есть уже сразу можно определить, если семена набухли. Также можно проверить схожесть семян, но это уже можно заранее сделать. Это сделать концентрированный раствор соли в воде, семена туда положить. Вот, например, огурцы, которые всплывут, это значит плохие семена, их убрать, а которые утонули, это хорошие семена. Их можно сеять. Очень интересно. Ну вот, выбрали мы семена, предположим, ну, дай Бог, хорошие очень семена будут. Что нужно для подготовки, для рассады? Что должно у нас быть на столе? Я не знаю. Ну, в первую очередь нам надо, наверное, купить хорошую почву. И надо, когда мы или купили, или с дачи привезли, просто вот обычно, как бы, привезли у нас во двор кучу торфа. И люди этот торф домой приносят, и туда пытаются сеять семена. Но торф у нас слишком кислый, то есть его нельзя использовать. Вот, и там просто семена сгорят. В чистом торфе не будет расти у нас рассада. В торф надо обязательно добавлять песок, опилки, удобрения, чтобы растение росло, и у него было питание. Обычно торф еще у нас очень кислый. Тоже надо учитывать вот почву. Кислая она у нас или нейтральная почва. Например, комнатные цветы предпочитают кислые почвы. Они вот бегония, гортензия вообще любят очень кислую почву. Там рекомендуется даже ее подкислять специально. Тогда у нее цветы ярче, и цвет даже становится из розового в голубой. Вот такой еще совет для этих, для домашних цветов. А огурцы и овощи у нас предпочитают слабо кислые почвы. А цветы вообще любят нейтральные почвы. И вот когда вы у себя взяли, в домашних условиях тоже можно проверить, какая у вас почва кислая. Давайте об этом чуть попозже, потому что есть у нас звонок. Сначала примем вопрос. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. А меня вот интересует вопрос. К какой климатической зоне мы относимся? Очень часто продают цветы и распределяются по климатической зоне. К какой мы зоне относимся? Спасибо большое за вопрос. Это у меня, конечно, немножко. Климатическую зону точно назвать не могу, но точно могу сказать, что у нас зона рискованного земледелия, потому что мы с вами живем все-таки на севере. И то, что вот когда приносят среднюю, то есть для средней полосы, даже вот семена, которые для Кирова привозят, для Вологды, вот очень много привозят у нас рассады по осени, я бы не рекомендовала покупать. Надо все-таки учитывать, что мы живем на севере. То есть, которые вот есть... Какие-то холодостойкие. Да, да. То есть, вот есть, там так и пишут, холодостойкие сорта. Вот это тоже надо учитывать. Вернемся к почве? Да, давайте вернемся к почве. То есть, в домашних условиях как можно проверить? Давайте сначала вот, кто выращивает свеклу на даче, вот такой, можно посмотреть, что у вас растет на даче, да? Если у вас на даче растет кислица и хвощ, то почва у вас, скорее всего, кислая. А если у вас на даче растет крапива, то почва, скорее всего, нейтральная. И также можно определить по свекле. Вот если у свеклы будут вот эти листочки, будут красного цвета, то значит, у вас кислая почва. А если вот как здесь, черешок красный, а листочки зеленые, то это нейтральная или средняя нейтральная почва. То есть, по предыдущим урожаям нужно понять. А также вот почву можно определить с помощью уксусной кислоты. То есть кислая она или нейтральная. Вот давайте с вами поговорим. Давайте я тоже поэкспертирую. Вот эту-то я здесь высыплю. Уроки химии прям. Будем делать фокусы. Давайте. То есть это два разных вида почвы. Да, это вот два разных вида почвы. И вот уксусную кислоту можно 9% взять и вот налить. Вот посмотрите, у меня здесь, посмотрим, что произойдет. У меня вот посмотрите, ничего не произошло у вас. Просто так, ну давайте попробуем. Ну я надеюсь, что у меня ничего не случится, да? Ну сильно тоже надеюсь, что нет. Ой. А у вас, посмотрите, почва что с ней просто? Ой, она прям, ой-ой-ой. Она запенилась у нас, да? Вот это значит, которая почва пенится, это значит нейтральная почва. То есть она вот на уксус таким образом реагирует. Да, то есть ну это щелочь. Вот для сравнения. Для сравнения, да. Просто как водичку налили, по сути. Да, это значит, вот здесь кислая почва, да. Это вот лучше для комнатных растений. А вот это у нас лучше всего для овощей почва пойдет. То есть это как раз-таки нужная для нас реакция. То, что у меня получилось, да. Это для дачников, это для любителей комнатных цветов. То есть получается в домашних условиях почву, в принципе, можно приготовить. Не обязательно ее покупать. Ну да, можно приготовить, если у вас есть торф, песок, опилки и удобрения. То есть надо взять 7 частей торфа, одну часть опилок, одну часть песка. Обязательно добавлять суперфосфат, потому что у нас почвы бедные фосфором. И желательно все-таки органические удобрения, это навоз. Это азот. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно высеять петунию? Петуния очень маленькие. Спасибо большое за вопрос. Очень маленькие семена у петунии. Петунию вот сейчас уже, в конце марта уже петунию надо съесть. Просвидите меня, пожалуйста, что такое петуния? Петуния это очень красивые цветы, очень шикарные цветы. Красиво цветут такие крупные цветы. Сейчас особенно есть такие сорта махровые. И она очень тяжелая. У нее очень маленькие семена, очень такие маленькие. Поэтому ее нельзя глубоко заделывать. Когда вы ее в почву сеете, ее надо буквально, вот три дочки сделали, на поверхность. И аккуратно можно песочком засыпать. Но не очень сильно. Вообще семена сеют обычно, когда учитывают размер семени. Чем больше семени, тем его глубже сажают. А у петунии вообще пылиночки, и поэтому надо аккуратно. То есть и поливать обязательно надо ситечко с лейки. Если у вас маленькие объемы, вы посеяли, то можно вообще прыскалкой почву прыскать. Обязательно надо накрыть пленкой, чтобы вода не испарялась, когда посеяли. И потом регулярно смотреть, когда взойдут, надо эту петунию распикировать. То есть рассадить каждый отдельно, вот как перец. У меня в отдельный стаканчик. То есть наиболее рослые такие симпатичные ростки выбрать? Да, выбрать. Вот с петунией надо быть аккуратной, да? То есть как повезет, по сути, получается. Там надо очень аккуратно сажать. То есть насчет земли, насколько я понимаю, непринципиально совершенно. Покупаете вы ее в магазине, если, например, не хватает знаний или не хватает времени для того, чтобы дома все это сделать. Либо делаете дома сами, в соответственных пропорциях нужно понамешать, все удобрить, чтобы было. Еще одну рекомендацию я читала. Прокалить ее в микроволновые печи, чтобы вот что-то якобы убрать. Да, есть рекомендация, чтобы все вредные болезни, сорняки заодно, чтобы все у нас оттуда удалилось. Но в то же самое время, когда мы прокаливаем очень при большой температуре, и мы же убиваем и вредных, ой, как вредных, так и полезные бактерии у нас погибают, получается. И поэтому я бы не советовала так сильно прокаливать, а лучше всего пролить ее кипятком с помощью марганца или вот есть такой фитоспорин, например. Вот он, посмотрите, тут. То есть тут от всех болезней и от некоторых болезней фитоспорин идет. То есть он, в принципе, тут написано универсальный, то есть это можно все? Да, его и обрабатывают, когда у рассады там черная ножка появилась, обрабатывают рассаду. И также вот почву предварительно, прежде чем сеять, можно обработать фитоспорином. Но самое простое, это, конечно, марганцем пролить. Это и как удобрение пойдет полезное для рассады, и в то же самое вредных... А марганец как разбавлять, потому что... А марганец надо взять в качестве здоровья, там же очень... А мы же не будем кушать землю с вами. То есть надо взять такой средний раствор, такой средний розовый раствор и пролить горячий только. Обязательно горячим кипятком пролить землю. Не получилось избежать вопроса про домашние растения. Спрашивает телезритель, правда ли, что домашние растения полезно удобрять дрожжами? Я не пробовала дрожжами как бы удобрять домашние растения. Конечно, кто как экспериментирует, кто там и после мяса выливает воду. Но мне кажется, у вас там могут завестись какие-то мушки от этого. И будет потом неприятно, когда вот летают мушки. Вот говорят, почему у меня летают над цветами черные мушки. Вот это когда заварку выливают в цветы, когда вот всякую добавляют. Мне кажется, есть нормальные удобрения, которые в магазинах. И желательно поливать нормальными, хорошими удобрениями, подкармливать цветы. А насчет... Не слышала я такого даже. Пора нам прерваться на небольшую рекламную паузу. После мы продолжим принимать ваши вопросы. У вас есть возможность идти дозвониться и написать нам на Секью. Пишите, звоните и не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!